Сегодня мы берем на прокат машину в Сикст и мы берем ее на три дня. Напишу вам, чуть позже скажу, сколько это будет стоить и начинаем свое путешествие по округам Стокгольма. Из всех машин вам дали красную. Детские заправки. Что тут есть? Посмотрим. Бургеры, хот-доги. Пепси. Я сто лет не пила. Это сейчас будет, конечно. Пепси. Нужно сканить? Нет. Спасибо большое, спасибо за просмотр! Родестри. Начинается сейчас Боже, вкусная такая Ребята, кто со мной уже много лет и помнит, как мы приезжали вот сюда Место называется Ретуна Напишите мне в комментариях, это самый большой торговый центр, в котором продаются секонд-хенд вещи Все, велосипеды, мебель, книга, техника, вот все, что вы хотите Сегодня посмотрим, что у них здесь есть в наличии И, может быть, я даже для своего дома что-нибудь себе найду Пойдем Мы только приехали, мы голодные И мы начинаем свое путешествие с ресторана В котором можно купить всю мебель, на которой ты сидишь за столом Посмотрим, что у них в минимуме В меню был так называемый паста-салат То есть салат с овощами, макаронами, сухариками Такая классическая, на самом деле, шведская штука Здесь во многих местах подобные салаты продают Ну а мы, подкрепившись, отправились изучать все магазины в этом огромном торговом центре Давайте я вам немножко побольше про него расскажу Он открылся в 2015 году И почему вообще появилась идея делать торговый центр из секонд-хенд магазинов? Дело в том, что Эскельстуна, город, в котором этот торговый центр находится Уже много лет стремится стать своеобразным зеленым образцом Одним из самых эко-френдли муниципалитетов в Швеции И концепция такого торгового центра с секонд-хендами Привлекла бы широкую аудиторию И распространила бы знания об циркулярной экономике, об устойчивости Все, что мы по-английски называем conscious consumption И когда у политиков возникла эта идея, они решили притворить ее в жизнь И начали строить этот магазин в августе 2014 года А ровно через год он уже, в общем-то, открылся И был доступен для обычных жителей этого района И посмотрите, здесь чего только нет Вот я сейчас просто с вами буду прям гулять по этому магазину И чтобы вы могли посмотреть примеры вещей, которые здесь можно купить И параллельно буду рассказывать Но я еще больше была удивлена тому, как много здесь было людей Мы приехали в будний день, это был четверг или пятница И здесь прямо постоянно кто-то был Хотя сам магазин находится на окраине города И сюда не так, наверное, легко приехать просто так без общественного транспорта И вот этот торговый центр Rituna, он первый в мире торговый центр в таком стиле, с такой концепцией Сюда приезжают очень много иностранных журналистов, создателей разных документальных программ, которые снимают фильмы про Rituna Можете погуглить, посмотреть какие-то репортажи в YouTube И в чем особенный интерес концепции? Что дело в том, что прямо рядом с этим торговым центром уже очень много лет находится огромная фабрика по переработке мусора Сюда привозят мусор со всего региона И здесь же есть такое своеобразное депо, куда можно сдать старые вещи, которые тебе больше не нужны Дело в том, что в Швеции ты не можешь просто так выбросить мусор, кофемашину, например Тебе нужно ее отвезти в специальное место, где собирают электрический мусор И именно в Rituna такое депо для сбора мусора есть Поэтому люди сюда могут прислать любой габаритный мусор, оставить его Работники сортируют этот мусор и смотрят, окей, что из этого все еще можно дальше как-то продавать Или чему можно дать повторно жизнь И либо ремонтируют эту вещь, либо как-то очищают, готовят к продаже То есть здесь продаются в том числе и какие-то вещи, которые люди сдали как мусор И они, понятное дело, функционируют То есть здесь все тщательно проверяют Ну и вы сами видите по кадрам, что здесь все чисто и, так, знаете, довольно опрятно То есть у тебя вообще нету ощущения, что ты покупаешь мусор Ни в коем случае, поймите правильно Именно благодаря вторичной сортировке вот получается выбрать, что нужно отремонтировать Что восстановить, что преобразовать, что усовершенствовать Понятно, что какие-то вещи просто выбрасываются и не доходят уже до второго своего цикла Но вот циркулярная экономика, вот вам она в действии, в прямом действии Это просто, мне кажется, очень замечательно Скажите, вот вам было бы интересно в такой магазин дойти? Какие у вас вообще ощущения? Вот я вам сейчас все это рассказываю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте пока вот заглянем все-таки в книжный магазин Я в восторге Вообще книжные секонд-хенды Это одна из моих любимейших зон в любом огромном секонд-хенде Посмотрим, что тут есть Это Федерик Бахман, знаешь, короче это его книга другая моя бабушка передает привет и просят прощения и эта книжка стоит 10 но его много где можно сократить найти юная смотрите какая коллекция потрясающая но мы продолжаем тур по магазину смотрите здесь вот этот бутик с разными б.у. инструментами железяками полезными штуками для ремонта я кстати тут чуть было не купила себе дрель даже стала реально смотреть варианты потом поняла что аку дрель которая дома у меня есть тоже вполне себе работает в этом магазине есть также очень много супер красивой посуды которую конечно нужно выудить нужно найти да не не каждый глаз ее поймает но вот так вот такие варианты тоже есть так ну что идем дальше велосипеды вот этот кстати отдел мне очень нравится потому что здесь есть развлечения на любой вкус здесь все от экипировки для спусков по воде и плавание спортивных развлечений велосипеды гольф дайвинг просто все что вы можете не можете себе представить а сейчас мы заходим в аутлет икеи так называемой и здесь представлены вещи из довольно я думаю старых коллекций хотя очень много таких классических вещей здесь тоже есть и цены прямо супер смешные минимальные можно найти какие-то вещи которые не достают у вас дома допустим у вас разбился стакан вот здесь он скорее всего точно есть по заниженной цене я стала очень интересоваться этими рамами потому что у меня дома в квартире до сих пор нет никаких картин я просто еще не успела подумать как я хочу визуально наполнить свое жилье поэтому зависла на стенде с рамами в общем такой симпатичный магазин не то чтобы здесь прямо какие-то вау вещи но такое супер базовое какое-то наполнение для дома точно есть вот например простые белые тарелки давайте уже пойдем дальше это секонд-хенд статс михон это такой супер классический сетевой секонд-хенд который есть по всей швеции во всех городах здесь мне всегда очень нравится их мерчендайзинг смотрите как красиво они выкладывают вещи все так соответствует определенным коллекциям которые у них есть сейчас в магазине и вещи здесь всегда довольно приличные вот есть и обувь и одежда и я всегда-всегда просматриваю стенд с одеждой даже когда мне совсем ничего не надо потому что именно в такие моменты я нахожу всегда какие-то особенно ценные экземпляры и здесь надо понимать что есть одежда разная есть прям совсем такая супер старомодная особенно непонятная но мне кажется именно вот этот навык шерстить он и позволяет находить какие-то классные экземпляры то же самое касается и посуды здесь посуда есть как такая красивая классическая старомодная шведская так и просто старая посуда а вот кстати вот эту миску я себе купила тук в которой внутри лежит клубничка клубничку мне не продали но миску я взяла и здесь есть знаете тоже такой барахло и хлам но с другой стороны если поискать то можно что-то красивое найти в общем это мне кажется суть секонд-хенда что нужно просто искать какие-то сокровища но я для этого и хожу секонд-хенда мне просто нравится сам процесс рассматривать какие-то вещицы любопытные представлять как это будет выглядеть у меня дома но я в итоге все-таки несколько вещей здесь приобрела и кое-что для кухни и нашла себе одним очень симпатичные брюки но да вообще вот для тех у кого например кто приезжает в швеции студенты например и у них нету особенно много денег чтобы обустроить как-то свою комнату в общежитии или съемную квартиру секонд-хенда здесь просто идеальный способ найти что-то красивое в доме я когда приехала на юг швеции училась там в магистратуре я очень часто в секонд-хендах покупала какие-то кухонные штуковины даже знаете вот текстиль здесь очень симпатичный такой для кухни это вообще мне кажется классика такие шведские разные салфеточки и скатерти это все очень добавляет уюта в квартире что я думаю про этот секонд-хенд я возможно вам не стоит ехать сюда прям специально если вы на короткое время в стокгольме но если вы живете в стокгольме до или в окрестности то это интересно просто сюда выехать посмотреть что здесь есть особенно если вам нужны нужна какая-то спортивная экипировка или велосипеды или да наверно такие вещи таких вещей здесь и больше всего увидела одежды не очень большой выбор какой-то посуды прямо супер особенно интересные тоже не скажу но какие-то базовые все вещи есть я вообще довольна всеми покупками которые совершила и думаю это такое на один день прикольное приключение но не могу сказать что прям какая-то какая-то вау реакция у меня на секонд-хенд в этом году давайте зайдем в местное кафе нафигу посмотрим что тут есть но как всегда бутерброды с креветками очень такой стандартный шведский здесь набор разных десертов пирожных печенек здорово давайте выберем что-нибудь чтобы отдохнуть после этого долгого продолжительного шопинга смотрите как здесь на улице красиво такой внутренний дворик очень уютный я взяла мой фаворит этого лета меренговый лимонный торт но это видео было снято в начале августа но уже тогда яблоки поспевали вовсю я просто обожаю эстетику вот таких вот маленьких шведских городов как вам чувствуете такой вот атмосферу уюта это так по-шведски жить в таких местах тут у них тоже яблоки растут то есть с одной стороны частные дома с другой стороны сразу и парикмахерской магазин с керамикой какое-то очень все уютное в эстонии а вот это есть это маленький это старый город наверное моя коллега мы тут написали мои коллеги спросили куда можно пойти она отсюда я написала пройтись по улице которая как бы старый город вот это она есть важно сказать что из кельстуна город хоть и маленький здесь живет примерно 65 тысяч человек находится он кстати около ста километрах западу от токгольма тем не менее этот очень крупный индустриальный центр здесь очень много лет есть металлургическая промышленность и находится очень крупные заводы предприятия производящие менталлические изделия машины оборудование инструменты и на самом деле это чувствуется по настроению в городе что это город для жизни людей которые приезжают сюда работать или живут здесь и работают здесь на машинах нельзя ездить красивый такой знак машин район без машины потому что здесь здесь видно улицу с жилыми домами и какой-то детский сад наверное а может да может просто кооператив там детская площадка для всех детей которые тут живут не весь город конечно состоит из таких красивых домов есть очень много таких обычных не сказать высоток но просто многоэтажных домов с квартирами но в любом случае это мне кажется очень интересно посмотреть так называемую провинцию в стокгольме вот такой здесь центр города очень маленький городочек но очень милый посмотрите вот за мной что происходит мне кажется очень симпатично еще очень спокойно здесь другие люди вот вообще не как стокгольме здесь люди с расслабленными лицами с это специально иду чтобы вам смотреть и и себя до показать расслабленные дружелюбные с добрыми лицами улыбающийся на подъеме сколько тут квартира стоит ну вот квартира стоит девятьсот тысяч крон сорок восемь квадратах метров такого в стокгольме никогда не найдешь в общем очень приятный город так идем секонд-хенд ребята готовьтесь сейчас я вас заведу в такой магазин из которого но мы с друзьями не могли выйти буквально два часа для вас это будет такой экспресс-тур обратите внимание на эти сливы мы потом про них еще поговорим в общем это такой магазин но не сказать что здесь продается исключительно антиквариат но здесь собраны разные вещи из домов шведских домов которые продают женщины и зовут кристины раньше этот бизнес принадлежал ее мужу сейчас она одна им заправляет и как сюда попадает товар либо люди приходят задают его кристина его покупает либо она сама ездит по домам умерших людей в швеции и скупает какие-то вещи находят прям такие знаете коллекцию посуды в общем у каждой вещи здесь точно есть своя история сама кристина родом из финляндии сейчас есть 74 года и она мне рассказала как она вообще переехала в швецию когда была еще совсем ребенком как здесь росла вот что мне тоже очень нравится в таких магазинах это болтать с продавцами потому что они могут так поделиться какими-то классными историями и я вас сейчас конечно забалтываю но я надеюсь вы видите какая красота здесь продается вот эту миску желтую с ручкой я кстати купила даже не знаю как назвать этот предмет посуды но некоторые вещи которые здесь продаются я даже действительно не знаю их название не на русском не на каком-либо другом языке но просто это какие-то шедевры керамики и иногда даже думаешь а что вообще готовить в этих вещах или вот как как используются эти штуки то что вот это это вазочка маленькая синим синей такой окантовкой или для чего это можно использовать для карандашей вот эту желтую штуку которую я купила честно говоря когда покупала я понятия не имела что в нее класть на кухне ну и в общем мы здесь провели как я сказала очень много времени ребята мои друзья купили массу вещей для своего дома я тоже кое-что приобрела и честно говоря я кстати кстати давайте вот в телеграме вам поставлю покажу картинку что наш весь лов вы будете в шоке мы просто все когда притаранили домой мы обалдели от того как много всего мы накупили и так что заходите ко мне в телеграм посмотрите здесь просто дорасскажу что я раньше боялась в такие магазинчики заходить потому что ну как-то кажется наверное там очень дорого или особенно когда продавец там один сидит думаешь ну как-то неловко что ли там общаться с продавцом а потом я поняла что в этом-то весь кайф и есть бродить по таким магазинам уютным и просто узнавать историю этих вещей историю магазина историю продавца это такое приключение само по себе мы уже собирались ехать домой но оказалось что нам нужно зарядить нашу электромашину до того как мы выйдем и мы решили пока она заряжается зайти перекусить посмотреть что здесь интересно продается в общем оказалось что это супер крутой невероятно какой-то стильный бар честно говоря ребята от души говорю я никогда в жизни не было в таком классном месте в стокгольме что здесь классного здесь супер классная еда очень вкусная невероятные напитки атмосфера бармен нам порассказывал каких-то классных историй и вот такой такой душевности ну вот честно в стокгольме так точно я никогда еще не видела может быть в мальме да но но это место просто топчик я прямо рекомендую сюда заехать если когда-то будете воскрестуне и мы поназаказывали коктейли у них есть коктейли безалкогольные и знаете вот вроде как на вид такое ну кажется такой какой-то вроде необычный бар ну ничего такого помпезного но я вот вам клянусь что когда вы там находитесь внутри там просто невероятная атмосфера и повторюсь что еда очень вкусная прямо шикарное классное меню для вот такого рода заведения и нас так нигде не встречали честно вот посмотрите какой коктейль мы сделали с такой пеной из кокосового молока короче вы просто были в шоке так что сейчас перекусим и отправимся домой в стокгольм мы взяли электрическую машину и вот пытаемся разобраться как это работает в швеции нет никаких карт нужно через об подключаться что-то надо сканировать первую в жизни подключаю привет ребята доброе утро вчера день закончился на том что мы оставили машину на зарядке возле торгового центра и пошли домой спать но когда я проснулась я обнаружила что в приложении почему-то показывает что словно из машин заряжал только 15 минут и мы сейчас вышли рано утром 10 утра план у нас вообще-то были сегодня в два часа дня выходить из дома и ехать дальше но как всегда да и мы сейчас идем посмотреть что же случилось машиной возможно все нормально и она зарядилась просто приложение не обновилась а возможно ничего не зарядилась теперь нам нужно придумать какое-то решение в общем что-то продышаться слоу морнинг у меня как всегда но я не сдаюсь я еще держусь глаз у меня уже дергаться перестал видно все настолько плохо что уже даже глаз решил да я забиваю на тебя просто перестаю дергаться вот так что буду держать свой курс смотрите классная чашка ютюбовская этому мерч офисы ютюба мне когда-то подарил прислали мне в подарок позже это просто супер я сюда набила свой чай с чабрецом черный чай с чабрецом посмотрим пошли смотреть что там с машиной ну вот мы сейчас переставили зарядки написано что у нас 38 процентов пошло заряжаться немножко мы тут запутались не знаю почему она не заряжалась ночью возможно просто контакт отошел или что-нибудь еще случилось но знаете машина на месте с утра стоит это уже хорошая новость будем радоваться маленьким вещам правильно а зарядку ну переживем сейчас кофейку попьем она чуть-чуть подзарядиться и потом поедем по делам продюсер у меня давит так мы зарядили машину спасибо за один час за 230 шведских фронта примерно 20 евро супер чарджер нам зарядил машину на 50 процентов а у нас 36 а окей ну так это вообще супер в общем мы пришли к выводу что нужно искать сюда супер чарджеры и почему-то по ощущениям по деньгам супер чарджер не стоят дороже чем обычный чаджер это по крайней мере то что я сейчас увидел в приложении будем наблюдать за этим мы все время заезжаем в joy in the juice за матчей и вот здесь самая быстрая самая быстрая джои в альвик они нам сделали все за 30 секунд далеко не в каждом джои такая быстрая скорость точно не в центре центре вообще очень медленные люди работают что это было интересно тоже узнать и сейчас мы приехали в юск в район где я раньше жила это юг стокгольма район телефон план очень милый район раньше здесь не было ничего сейчас здесь куча классных ресторанов куча каких-то клёвых мест и мы я здесь забронировала в юске зеркало и мы сейчас его заберем вот такое зеркало забираем зеркало вот оно такое довольно большое 182 на 68 цвет коричневый и таких зеркал очень мало осталось в городе это очень интересно прям охотилась за ним не пришлось поехать в другую часть города его забронировать чтобы купить потому что он она доступна в стокгольме буквально двух-трех магазинах так что я очень рада что я вам все-таки заполучила после долгих поисков так машина едет и погружаем господи ребята как кайфово с машиной когда можно все довести удобно еще и вдвоем просто супер так ну все погрузили поехали build your dreams так ребята я приехала домой мы раскрыли зеркало и поняли что она разбита поэтому сейчас я уже позвонила в службу поддержки узнала есть у них другое такое же зеркало я же вам сказала что это редкая модель который в стокгольме днем с огнем не сыщешь и я жду от службы поддержки ответ могут ли они мне поменять его на новое если нет то я просто сейчас его сдам в общем мы возвращаемся в магазин опять 20 метров на машине в сторону и надеюсь что да будет все таки зеркало там хоть какое-нибудь хоть какое-нибудь все зеркало второй раз на месте you live and you learn как говорится не забывайте ребята build your dreams было бы не случилось даже если вам два раза приходится ездить в юск за зеркалом не забывайте строить свои мечты какие у меня впечатления от аренды с x на самом деле человек который был в пункте выдачи машин он немножко такой не не сильно клиентоориентированный мне показалось но что такой ленивый паренек но и не очень кстати хорошо говорит по-английски то есть если бы мои друзья были без меня они бы разобрались на самом деле туристы бы разобрались но некоторые вещи парень видно в виду отсутствие знания хорошего английского языка он как-то так но не сильно вдавался в подробности поэтому мне приходилось некоторые вещи у него выяснять по-шведски но в целом нам дали нам сначала обещали машину peugeot и citroen а в итоге мы получили китайский автомобиль бит мы раньше про такую марку не знали и на самом деле ну а какие машины у нас сегодня в китае не производит тест уже тесту собирать в китае то есть вообще мы как-то привыкли что мы когда слышим слово китай но сразу такое отторжение немножко думаем наверное да что то нехорошее на самом деле китай одна из самых прогрессивных стран мира сейчас и поэтому у нас там не было никаких страхов за счет того что машина из китая но интересный опыт на самом деле и мы в шоке от того какая-то крутая на самом деле электромашина мы заплатили за три дня суммарно порядка 1700 шведских крон это трое суток с 11 утра до 11 утра через трое суток то есть на самом деле в целом это неплохой вариант но понятно что мы сами платим за зарядку мы сами платим за парковку и здесь ну страховка у нас через american express поэтому сюда она не входит именно в эту машину но можно докупить за 200 крон то есть примерно за 18 евро за день можно докупить страховку тоже то есть по сути получается довольно выгодное на мой взгляд предложением на трое суток и учтите что например нас четверо то есть на трое суток это вообще получается очень даже недорого так что вот расскажите ребята если кто-то из вас тоже постоянно арендует машины например того путешествия по европе если вы живете в швеции арендуете машину тоже обязательно напишите где арендуете как у вас какой у вас опыт какие цены обычно там будет очень интересно посмотреть потому что я для себя сейчас рассматриваю вариант это интересная вещь мне писали в одном из комментариев недавно или на почему ты не там не не берешь машину парка на прокат зачем ты мучаешься с этими автобусами с таксистами на самом деле права у меня есть и они у меня наверное лет восемь девять наверное уже как есть но я вожу машину примерно раз в год из меня нету такой активной практики вождения и мне немножко было волнительно честно вам скажу брать машину вот сейчас когда я переезжала когда у меня был ремонт потому что у меня так было куча стресса и еще и вот это волнение насчет того как я справлюсь с машиной в чужой стране меня немножко честно прям беспокоило поэтому я перевозил это все на такси все свои какие-то там вещи которые покупала из икеи например ну понятно что там не доставлю доставлялись доставка из магазина я поняла на самом деле вот классный был инсайт у меня зовут эти несколько месяцев что я занималась переездом в свою квартиру что когда у тебя уже свое жилье купленное как будто ну понятно ты больше покупаешь вещей ты уже в дом в свой дом покупаешь вещи и требуется много раз ездить в магазины и конечно это удобнее делать на машине который у тебя под рукой свою машину покупать я не собираюсь потому что я посчитала что в год уйдет примерно 48 или 50 тысяч шведских крон на на вот эту вот на то чтобы иметь машину включая бензин включая там парковки всевозможные какие-то там налоги и так далее евро это ну около 4 500 тысяч 4 500 евро в год да на на то чтобы иметь машину и в принципе это не то чтобы очень много в год но это все расходы и это значит что нужно прям постоянно машины пользоваться и плюс но иметь машину все забота то есть тебе все время нужно ну периодически нужно проверять иногда какой-то ремонт то есть ну знаете понимаете сами думаю все автомобилисты понимают и я пока не не считаю что мне настолько необходима своя машина но я о чем я сейчас задумала что я буду брать иногда скорее всего каршеринг здесь стокгольме если нужно будет снова что-то покупать приводить перевозить потому что это конечно дает просто свободу тебе это не зависит такси ты не зависишь от вообще ни от кого так что мой план сейчас это освежить свои навыки вождения и начать уже использовать какой-то здесь каршеринг стокгольме если мне это нужно собственно говоря и посмотрим дальше как это вообще все будет развиваться но я должна сказать что в стокгольме в целом инфраструктура развита очень удобно и без машины вот одному человеку если там нет детей например то есть нет колясок с которыми надо с детскими ходить очень удобно хотя вам скажу и родители с колясками спокойно передвигаются по городу нужно очень доступная среда в городе то есть ну для ли для всех людей созданы условия чтобы они спокойно и свободно передвигались по городу но конечно минус том что это занимает просто много времени пока ты пересядешь с одного автобуса на другой из одного метро на трамвай поэтому да конечно общественный транспорт все равно ограничивает себя в каких-то вещах расскажите мне ребята кто из вас напишите мне прям в каком городе живете напишите мне комментарии сначала город а потом напишите как у вас какая у вас ситуация с транспортом вы пользу и автомобилист или вы пользуетесь только общественным транспортом или вы смешиваете может быть вообще на велосипеде ездите может быть вы только пешком ходите на расскажите как у вас в городе ситуация с транспортом и напишите мне если кто-то из вас возит машину расскажите мне как у вас происходил период привыкания к вождению может есть кто-то кто как и я очень много лет не водила потом вдруг начал водить и у вас прямо эйфория кайф вы теперь просто в восторге от этого вот расскажите мне прямо хочется какой-то такой поддержки чтобы у меня появилась уверенность в себе за рулем потому что я пока вот понимаю что мне прям надо привыкнуть к вождению вот такой у меня получился репортаж из эскистуны жду ваши комментарии телеграме или надели тоже как всегда куча дополнительной информации о моих буднях швеции а разные какие-то прикольные вещи отсюда новости но 7 квартиры так что заходите смотрите участвовать нам вообще общайтесь нас комментарии супер классно ребята увидимся с вами через неделю воскресенье с новым видео пока пока кстати хотите прикол это будет нас постскриптом я купила сейчас килограмм слив в секонд-хенте это женщина как бабушка она продала мне сливы